На Ямале вышла в свет книга. Создавали ее авторы по рисункам малышей. Чем именно вдохновлялись творцы, расскажем в новостях короткой строкой. В Госдуме предложили ввести закон, который будет страховать людей от безработицы. Основная задача — избежать ситуации, когда работники не получают все положенные им выплаты. В Минтруде уже готовы обсудить и ту инициативу, но ее необходимо проработать с профсоюзами и работодателями. Теперь для отпуска россиянам доступна и Польша. Однако только на две недели. По регламенту авиасообщение разрешено со 2 по 15 сентября. Напомню, россияне могут планировать свой отпуск в Турции, Великобритании, Танзании, Киргизии, Кении и Черногории. Также в число доступных стран вошли Хорватия, Франция и Китай. На остальные страны действует запрет из-за пандемии коронавируса. На Ямале выпустили детскую книгу о фермерстве. Одним из основных этапов создания книги стал конкурс рисунков на эту тему. Главная цель — доступно рассказать детям и подросткам о тонкостях этой профессии. Тираж книги — около полутора тысяч экземпляров. Ученые выяснили, что останкам мамонта, которого обнаружили на Ямале, 30 тысяч лет. Пока они будут находиться в Салехардском музее имени Шимановского. После этого их передадут для изучения в Екатеринбург, Москву и, возможно, Санкт-Петербург. Напомню, в конце июля в озере Печеваловато тундровиком были найдены останки неизвестного животного. Как позже удалось выяснить, кости принадлежали взрослой особе мамонта. Сергей Рунько, Вероника Самошкина, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.